На базе Хасаюртовской общеобразовательной школы номер 4 состоялся общегородской этап конкурса юных чтецов произведений классического жанра «Живая классика». После проведения первого этапа по выявлению наиболее талантливых среди учащихся среднеобразовательных учреждений города, в муниципальном этапе приняли участие более 50 учащихся. Второй год подряд участие в нем могут принять теперь и учащиеся с пятых по одиннадцатые классы. Ранее такая возможность была предоставлена ученикам только шестых классов. Человек испорченый час, усеющий, поудобнее кресла. Он посмотрел на меня и удовлетворенно сказал «Волк какой! Да, скромно вернулся я. Давно пишете? Четыре года. Ого! А я тоже думаю, давай-ка что-нибудь напишу. Написали? Написал, принес. А что у вас напечатать? Раньше писали? Нет. Руки была, голова занята. А нынче с делами управился. Жену меня отослал. Ну, знаете ли, скучно. Думаю, что я буду написать. Написал и притащил. Как отметила методист городского управления образования Жанна Шахбазова, в Хазайюрте придает особое значение проведению литературного конкурса. Именно здесь выявляется уровень преподавания литературы в школах. По мнению самих педагогов, в эпоху развития современных технологий, подрастающее поколение уделяет все меньше времени чтению художественной литературы. И именно поэтому, путем проведения такого рода творческих состязаний, молодежь приобщается к чтению книг. Цель этого мероприятия – найти творческих, одаренных детей, которые не только читают, но артистически это показывают, талантливых детей. И, вы знаете, как мы начали в шестой год проводить вот это мероприятие, дети начали больше посещать школьные библиотеки, городские библиотеки, начали больше читать, радоваться книжкам. Конкурсантами были выбраны произведения на различную тематику, вплоть до событий времен Великой Отечественной. Почетными членами жюри муниципального этапа стали представители Управления образования и Центральной городской библиотеки. Победители примут участие в республиканском конкурсе, который пройдет в Махачкале в апреле текущего года. Конкурс «Живая классика» был учрежден в 2011 году. В процессе своего формирования возрос от всероссийского до международного уровня. Бурлия Цамбиева, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».